Приветствую вас, друзья мои телезрители! С вами снова Бородач и вы смотрите телеканал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я готовлю по просьбам моих подписчиков суп щавелевый со скумбрией. Очень оригинальное сочетание. Похоже на то, что это какой-то скандинавский, норвежский или финский рецепт. Раньше я такой никогда не готовил. Готовлю я второй раз в жизни. Первый раз я попробовал вчера. Нам со всей семьей понравилось. Мы целую кастрюльку за день умяли. Вот теперь я готовлю для вас. Итак, мне понадобится, значит, одна большая такая скумбрия. Штук пять картошек. Два лучка средних. Морковка такая средняя. И самое главное, это суп зеленый. Летний, весенний, зеленый, свежий суп. Главный здесь компонент это зелень, а именно щавель. Щавеля надо побольше. Вот прям такую большую, я взял, горсточку, не знаю, стопочку. Дальше немного укропа, немного петрушки. Простые компоненты. Сейчас покажу, что получится. Итак, поехали. Ну ладно, начинаем. Первым делом надо разобраться с рыбой. Берем скумбрию и разбираемся с ней. Первым делом, первым делом у нас скумбрия. Остальное, остальное все потом. Короче, голову отчекрыжили, хвост отчекрыжили. Плавники вот эти вот тоже. Это все котиком. Дальше. Хвост. Хвост отличный кусочек, без кишков. Его даже мыть не надо. Дальше вот эту скумбрию я обычно режу на три части. Вот эта вот часть первая, она почти тоже без кишков. Тут немного кишочков. Просто вот так вот вырезаем. И тоже даже промывать здесь не надо. Эти кишки, они дают горечь в бульоне. Поэтому их надо вынуть, естественно. Вот так вот. Вот эти два кусочка, хвост и за ним. Они не горькие, их даже мыть не надо. А вот эти вот, здесь много уже кишков. Их надо хорошенько будет промыть. Если скумбрию не свежие, то здесь вот такая вот черная полоска образуется. Черная пленка. Ее надо всю соскрепсти и промыть хорошенько. Иначе бульон будет горький. Зачем нам горький бульон? Правильно. Нам не нужен горький бульон. Потому что вот эти вот два кусочка промоем. Так, ставим рыбу варить. Вот такой вот маленькой кастрюльки. Это как раз на одну скумбрию достаточно. Если у вас побольше кастрюлька, вы хотите побольше супа, возьмите две скумбрии. Посолили. И теперь будем ждать картошку. Точнее, будем делать картошку. Следующий по списку у меня картофель. Его надо порезать на дольки, на кубики. Ну, довольно-таки крупные, не надо мельчить. Сейчас покажу на какие. Примерно вот на такие. И так всю картошку покромсаем. Ну, а тут у меня кастрюлька даже еще не собирается кипеть. Я сюда добавляю картофель. Пусть они кипят вместе. Короче, дело такое. От момента закипания нужно им вариться 15 минут. А за эти 15 минут, но они еще пока не закипели. Так что у нас есть, наверное, минус 17-18. За эти 15 минут мы остальные компоненты подготовим. Ну, а следующий на очереди у меня морковка. Я ее потер. Вот такая вот кучка моркови у меня. И лук. Лук просто порежем. Мельчить не надо. Порежем довольно-таки крупно. Вот типа того. В общем, вот на такие вот дольки лук порезать достаточно. И будем это, как обычно, все для супа обжаривать. В общем, все как обычно. Сковородочка. Ставим ее на средний такой огонь. Добавляем каких-нибудь масел. И обжариваем лучок с морковью где-то минут 10. Естественно, постоянно надо перемешивать, чтобы ничего не пригорело. Вот так. А здесь у меня, кстати, тем временем пошла пенка. Пенку лучше убрать. Можно не убирать, можно не париться по этому поводу. Но будет красивее или красивее. Не знаю, как правильно. Короче, лучше будет, если ее убрать. Вот так. Тут ее еще много будет выделяться. Но я ее постепенно всю приберу. Ладно, ждем. У меня здесь даже еще не загипело. Ну, а самое последнее, что от нас требуется порезать, это зеленушка. Сначала щавель. Вот так вот прям крупно его кромсаем. Готово. Дальше. Укроп-петрушка. Тоже не надо мельчить. Крупненько порезали. Готово. Все. Вот такая вот куча зелени у меня получился. Суп будет зеленый, свежий, весенний. О! Ну, а что тем временем у меня здесь получается? Здесь 15 минут у меня уже кипит. Поджарка готова. Добавляем сюда поджарочку. И всю нашу зелень тоже вываливаем сюда же в суп. Так, где она у меня? Вот она у меня. Тоже сюда же все вываливаем. Получилась полная зеленая кастрюля. Вот норвежцы придумали нам. Ну, они молодцы. Вкусно придумали. Все. И вот это вот варится у меня еще 5 минут. Там у меня рыба почти готова уже. Картошка тоже была почти готова. За 5 минут они полностью приготовятся. Ну, ладно. Посмотрим, что тут у меня такое получилось. Все. 5 минут зелень уже кипит. Супец готов. Отлично выглядит. Отлично пахнет. Будем пробовать. Выключаем и накладываем. Так, возьму я себе одну рыбешку. Мне хватит. И наложу жидкости. Побольше зелени, побольше щавеля. Вот так. Вот такая красота. Будем пробовать. Ну, ладно. Попробуем, что я здесь сегодня такого наготовил. У меня вкусный норвежский суп из щавеля. С этой, как ее? Со скумбрией. Забываю. Старостная радость. Будем пробовать. Прошлый раз получилось у меня очень вкусно. Посмотрим, как сейчас. Горяченький. Свеженький. Скумбрия дает хороший такой жирный, наваристый бульон. Вообще, я люблю скумбрию. Она вкусная и жирная. Как я. Мы с ней из одного клуба. Или из одной весовой категории. Не знаю, как сказать. Поэтому мы тянемся друг к другу. Ну, точнее, я к ней тянусь точно. Она ко мне не знаю. Ладно, будем пробовать дальше. Вкуснятина говядина. Все сварилось как надо. Бульончик такой жирненький. Такой вкусненький, кисленький. Вот без щавеля было бы не то. А со щавелем как раз как надо. Кислятина вкуснятина. Вот так и должно быть. Отличное сочетание с кубрием. С кислотой. Со щавием. Мне очень нравится. Я очень доволен. Говорю спасибо моим подписчикам, которые подсказали мне этот рецепт. М-м-м-м. Только горячий очень. Этот суп займет достойное место в моем рационе. Или как это сказать. Ну, вы поняли. И мне он понравился. Моей семье понравился. Всем понравился. Я надеюсь, понравится и вам. Обязательно попробуйте, приготовьте. Ушло у меня на него. Вот от начала и до конца в 45 минут. Это при том, что я все это снимал. У вас идет даже меньше. Так что очень быстро. А результат превосходит все ожидания. Вот такой вот супец. Ну, ладно, друзья. Я, пожалуй, буду доедать. И не буду вам надоедать. А вы ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну, и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok